И всем здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Паша. И в сегодняшнем видео отвечу на вопрос, опасно ли сдавать ЕГЭ. А, кстати, передаю привет Фокус Максу, Империалисту Аотскеру 2, Мишу Сталину, Хрюкину, ну и, конечно же, Яворскому из Иссоли Тонионов. Привет вам, большие ребята, от меня. Дорогие друзья, если что, кто не знал, ЕГЭ расшифровывается как Единый Государственный Экзамен. Обычно данный экзамен сдается после окончания 11 класса. Обычно данный экзамен сдают после окончания 11 класса в школе. И чаще всего, дорогие друзья, ЕГЭ сдают в чужой школе. И сейчас я расскажу, зачем это нужно. В первую очередь, это было сделано для того, чтобы обезопасить учащихся от опасности. А во вторую очередь, по статистике, в чужой школе ЕГЭ проходит намного успешнее и безопаснее по сравнению со своей школой. Если говорить в общем и целом, то ЕГЭ сдавать на 10% опасно, так как никто не застрахован. Ну ладно, дорогие друзья, я надеюсь, я вам помог. В этом видео я вам рассказал, опасно ли сдавать ЕГЭ и рассказал риск его опасности. Я желаю вам здоровья, счастья и благополучия. Всем удачи и храни вас Господь. Всем удачи, всем пока-пока, дорогие друзья. Пока.